Почему с наступлением осени тепло пришло не во все дома жителей области и кто на самом деле сорвал отопительный сезон, сейчас пытается выяснить прокуратура. Одним из виновников сложившейся ситуации считает филиал ПАО Т-Плюс, который не успел к 1 октября завершить плановый ремонт тепловых сетей. Однако у руководства компании свой взгляд на эту ситуацию. Мы считаем, что наши ремонтные работы не были той причиной, по которой у некоторых потребителей, в том числе в домах на Московском, не было нормального теплоснабжения после старта отопительного периода. И это даже доказывается тем, что после того, как завершены были все наши ремонтные работы, проблемы в некоторых домах на Московском все равно остаются. Там конкретно забиты теплообменники, в том числе чуть ли не песок в системе теплоснабжения, который не позволяет нормально функционировать внутри домовой системы. То есть я считаю, что эта проблема, она довольно-таки серьезная, ее действительно нужно решать и, конечно, это все делается до начала отопительного периода. Компания отмечает, в областном центре была проведена большая подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону. На ремонт и реконструкцию энергетического хозяйства потратили рекордную сумму – свыше 500 миллионов рублей. Работы велись на 13 участках магистральных сетей теплоснабжения. Объем работ большой, больше, чем в предыдущие годы. Если брать тепловые сети, то практически в полтора раза больше инвестиций. Объем работ вылился в перекладку 3,5 километров сетей. Все вы видели, что происходило в летний период. К сожалению, за лето не успели выполнить весь объем работ и действительно есть, наверное, справедливые определенные претензии. То, что работы были уведены в сентябрь, тем не менее, это не повлияло, по нашему мнению, на теплоснабжение потребителей, потому что все работы производились с использованием резервных схем. То есть, если мы отключали, то только отключали потребителей на время переврезки нашего оборудования. Темпы ремонтных работ в будущем году организация снижать не планирует. Однако, ввести их без стабильного денежного потока затруднительно. Вопрос с дебиторской задолженностью у энергокомпаний стоит остро. На сегодняшний день порядка 900 миллионов – это у нас за тепловую энергию, которая сложилась на начало года и текущее потребление. Еще порядка 800 миллионов – это та задолженность, которая сложилась по векселям, также за предыдущий период. Поэтому задолженность большая. И надеемся, что те соглашения и рассрочки по погашению дебиторки будут выполняться со стороны наших партнеров. Ошибки организации работ в нынешнем сезоне ПАО «Т-Плюс» обещает взять в расчет. Так, в будущем рассмотрят возможность начать ремонты раньше и работать в более плотном режиме, чтобы все успеть вовремя. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.